Северная столица против алтайского рабочего поселка. Школьники из Поспелихи и Санкт-Петербурга сегодня друг другу конкуренты. Обе команды участники межрегионального хакатона. Наша задача сделать обучающую программу в виртуальной реальности. Сделать либо приложение, либо дополненную реальность, чтобы упростить обучение новых рабочих на токарных станках по металлу. Хакатон – это соревнование, в котором команды разрабатывают прототип продукта. Сложность в том, что времени дается очень мало, а работа идет с нуля. Наша задача была создать приложение, в котором пользователь мог бы посмотреть будущий жилой комплекс. Например, мы сделали паркинг, который есть в настоящем доме. Мы сделали также ночную версию этого жилого комплекса. Было всего три дня. Все, что хотели, мы, конечно, не успели реализовать. Например, мы хотели сделать виды из окон. Проекты от реальных заказчиков. Среди них архитекторы, театралы и застройщики. На этот раз в списке есть приют «Ласка». Для него школьники создают приложение по дрессировке собак. Приложение может быть в плей-маркете. Его может скачать любой человек, например, и сначала научиться дрессировать виртуальную собачку, а потом свою собственную. Либо… Это все делают дети? Это все делают дети. И у них есть три дня на реализацию этого приложения. Но если приложение понравится заказчику, у них будет возможность его доработать и уже внедрить. Особенность хакатона в том, что создать недостаточно. Необходимо презентовать и даже продать. В противном случае на рынке вы аутсайдер. Сейчас ребята учатся и осознают, что это их возможный заработок в ближайшие годы. Создание виртуальной реальности – профессия будущего. Благодаря волонтерам и интернету мы более-менее справляемся. Педагоги в школе встают в этот список? Ну, именно в VR-ом у нас в школе нету специалистов. Хотелось повысить разрешение текстур и вообще объектов, но из-за все-таки ограничений ресурсов, как компьютера, так и очков и самого игрового движка, не все текстуры в самом высоком качестве. Так или иначе, стремиться есть куда. Виртуальная реальность в параллель к настоящей применяют в медицине, образовании и, например, недвижимости. Визуализация сегодня – тренд современного мира.